так друзья заранее извиняюсь за качество звука петличку петлички пока у меня нет но я в процессе значит мне показалось что вот такой формат предыстории перед работой будет достаточно полезно потому что в процессе озвучки самого ролика не всегда удобно рассказывать почему некие проблемы до произошли как выполнялась работа значит здесь предыстория такая заказчики достаточно такие уже возрасте затеяли хороший косметический ремонт то есть без выравнивания стен просто освежили плитку сантехнику и так далее и соответственно встал вопрос по поводу самой ванны посмотрели значит они на ценники на чугунные ванны там ванны метр семьдесят то есть ставить 150 и 20 сантиметров там до какой-то стены за кроватью варианта не посмотрели на ценники решили делать наливное покрытие видимо был какой-то там консилиум соседский и некий товарищ вызвался помочь я все я умею я сделал абсолютно без опыта соответственно ванна была покрыта кое-как материала не хватило все в ужасном потеках и скорее всего товарищ этот использовал даже то есть экономия была на всем он использовал комплект акрилу на ванну метр двадцать отличаются эти комплекты по стоимости там ну наверно в 400 рублей где-то может быть 500 вот метр двадцать до метр семьдесят и соответственно посередине метр пятьдесят комплект комплект метр двадцать ванны метр семьдесят товарищ этот поверил себя соответственно нанес облил ванну ничего не сгонял по краям и материала не хватило скажу сразу то есть когда он понял что ему не хватает материала он просто размазал как-то шпатером и подумал что дальше все получится само то есть он там шел и наверно сказал товарищем этим что когда все засохнет все будет четко но интересно еще то что товарищ этот взял день то есть он взял пять тысяч рублей за эту работу по товарищески не по соседски там за чай бутерброда то есть он взял денег прошли сутки заказчики зашли просто ужаснулись него на какой-то просто тихий ужас то есть получилось так что все стенки ванны были в ужасных подтеках а на дне толщина была буквально пару миллиметров то есть ему просто не хватило материал единственное в чем можно сказать преуспел в этой работе это то что компоненты были смешаны правильно то есть компонент а и б он смешал и хорошо перемешал то есть при очистке я не увидел не застывших не застывших мест соответственно итог какой 5000 они отдали вот этому товарищу и соответственно моя работа тоже стоила денег моя работа стоила 7000 я не заряжал с учетом даже того что адрес этот был не в петербурге то есть это пригород ехал я туда на такси соответственно такси стоило там порядка тысячи рублей это уже мои расходы то есть я не смог просто не зарядить по-человечески когда 5000 не отдали там и тут сейчас ему надо там кучу денег вот такой вот итог то есть какая идея вот этой предыстории если вы собираетесь самостоятельно заниматься этим вопросом потратьте пару часов посмотрите зайдите там на youtube в тик ток идите там в инстаграм напишите реставрация ван чтобы у вас формировалась какая-то собственная точка зрения с чего начинаться должна работать это подготовительные этапы какой материал какая консистенция материала соответственно вот все вот эти вот составляющие по итогу определяют качество работы поэтому и кстати говоря напишите мне пожалуйста в комментариях вот формат вот этой предыстории перед работой вообще интересно вам интересно теперь давайте посмотрим саму работу ну собственно вот и это помещение с хорошим косметическим ремонтом и на первый взгляд кажется даже что типа вроде ванны как бы норм белая но если подойти и начать присматриваться становится даже страшно и даже несмотря на отсутствие хорошая связь хорошего освещения прекрасно видно в каком дичайшим просто видео застывал покрытие давайте сразу скажу что никаким методом кроме как полным полный демонтаж такого покрытия и нанесение нового покрытия это никак не лечится просто иногда не спрашивают мне в комментариях а можно ли заполировать или там можно ли как-то отшлифовать и заполировать нет такого в практике нет если покрытие сделано косячно то хорошо и качественно переделать можно только со снятием всего вот этого покрытия чем в общем то я и занялся и сразу стало понятно что частично акрил снимается достаточно хорошо местами он невероятно сильно приклеился соответственно зависит это тоже от исходного состояния ванны даже с учетом того что вот этот вот товарищ который кое-как покрывал ванну и он даже не знал о том что ванну нужно шлифовать обезжиривать и каким-то образом подготавливать даже несмотря на эти правила материал в некоторых местах приклеился невероятно крепко и произошло это потому что сама по себе фактура керамической вот этой эмали которые покрываются чугунные ванны она от использования в некоторых местах становится так сказать идеально шероховатой то есть она не гладкая и она не наждачная бумага то есть она такая матовая как бумага для рисования соответственно так такой фактуре приклеивается наливное покрытие невероятно крепко и если например у мастера нет фена он пытается с помощью там какой-нибудь отвертки или какого-то зубила особенно на дне сбивать этот материал то обычно отрывается отрывается дно вместе с эмалью то есть до чугуна настолько крепко схватывается и настолько хорошая адгезия между материалами здесь получилось так что очень хорошо приклеился материал на стенках сверху то есть на бортиках достаточно плохо он приклеился на вот этих вертикальных частях вот где вы сейчас видите шпаклевку и опять же крепко он приклеился на закругленных частях и крепко на дне то есть в целом где-то 60 процентов покрытия держалась очень крепко поводу шпаклевки вообще отдельная история вот это коричневая мазня это автомобильная полиэфирка то есть товарищ вот который покрывал эту ванну он подумал что ради вот какого-то малюсенького скола сейчас я замажу тут все полиэфиркой итог такой что во первых наливное покрытие к полиэфирной шпаклевки не приклеивается вообще особенно если пока если шпаклевка не шлифована как в этом случае то есть он просто разбавил основу также с отвердителем смешал намазал ничего не шлифовал не шкурил сверху покрыл все материал не приклеился то есть по сути в этом месте скорее всего отвалится поэтому я в принципе не люблю использовать вот эту шпаклевку если скол не очень глубокий он там буквально 1 2 миллиметра то при шлифовке очень легко все это вывести вот смотрите я снял эту шпаклевку и скол здесь вот и он еле-еле заметный то есть его глубина наверное 1 миллиметр максимум даже скорее всего меньше миллиметра то есть в таком при таком раскладе шпаклевку лучше не использовать после очистки всего вот этого бракованного сделанного наливного покрытия можно как раз с помощью фонаря быстренько посмотреть где глян где больше всего глянца и в принципе совместить и да и понять что где где материал хорошо снимался где он держался крепко вот например видите здесь нет блеска то есть и даже несмотря на то что ничего не шлифовал вот этот первый товарищ все равно материал держался хорошо а на дне вот как раз прекрасно видно где держался материал крепко то есть я там ковырял грел феном и по буквально там по полсантиметра снимал вот этот слой невероятно трудная работа сразу же мозоль на руке практически всегда можно обжечься то есть правая рука у меня постоянно там с маленьким ожогом каким-то на руке потому что в перчатках вот кстати это место после шлифовки великолепно выглядит на ощупь вообще не ощущается если привести рукой то есть и оказалось таких мест достаточно много при шлифовке еще одно преимущество можно заводские всякие мелкие дефекты устранять то есть обычно старые чугунные ванны они с какими-то шишечками с какими-то отливами перекатами непонятными эмаль тоже коряво всегда нанесена и как раз при шлифовке можно все вот эти вот места подровнять вот здесь он тоже в районе головы до вот этой части противоположные слева была такая неприятная шишка и хорошо заметно и визуально и на ощупь то есть я в итоге отшлифовал ее и после внесения покрытия это место станет ровным еще один важный момент если мастер вас просит приготовить укрывной материал для пола то обычно он говорит что это должно быть газеты или какие-нибудь старые обои или пленка и лучше всего всегда подходит бумага то есть вот эти вот места которые примыкают краю ванны если их не заклеить то при нанесении наливного покрытия там пойдет такой потек некрасивый и кроме как с помощью фена никак его будет не убрать и начать его сбивать то глянец на плитке тоже отвалится вот кстати способ очень эффективный удаление мелкой мелкой пыли всевозможных мелких частиц то есть грубую грубые какие-то частички я прохожу рукой да и подвожу как бы к сливному отверстию и они туда падают под ванну уже перед самим нанесением с помощью полиэтиленового скотча ну или можно малярной ленты про прохожу всю поверхность соответственно это тоже влияет на результат по итогу так ну и нанесение соответственно кому как удобно но я начинаю с правого ближнего ко мне угла соответственно закругленной части аккуратненько 1 1 порция должна как бы задавать в принципе там все работы грубо говоря первая порция выливается практически полностью и с помощью шпателя выбираем плоскость спать или со временем закругляется в одну какую-то сторону естественно выбираем ровную часть и такими вот движениями разравниваем разравнивающими подводим материал непосредственно к стене к плитке нюанс такой заключается в этом что у всех ремонт делается по разному один мастер заправляет ванну под плитку да то есть делает углубление другой мастер не делает оставляет огромный зазор и потом какие-то там цементом или пены там монтажный там хрем пойми чем говорится из говна и веток иногда все это слепленные заделаны в этом случае вот ближняя часть где смесите стык видите очень ровный со стеной то есть акрил подошел прямо в плитку то длинная часть которая соприкасается со стеной противоположная от входа там торчит цемент и в прошлый раз из-за того что толщина была там очень большая и материал не сгоняли в принципе из-за чего и получились подтеки этого было не видно то есть то толщина она все это скрывал правильная толщина такая как делается уже сейчас на не дает возможность этот цемент скрыть поэтому в данном случае обязательно будет необходимо использовать какой-то стыкующий бордюр за последнее время я вот по поводу стыкующего бордюра пришел просто к аккуратно нанесенному силиконовому герметику хотя и невероятно редко я вижу сам такое обычно силикон наносится кое-как потом пальцами там одним или с двумя или там чуть ли не ладошкой все это на полстены размазывается и там через несколько месяцев появляется сразу же плесень вот ну и как бы бытует мнение что герметизировать с помощью силикона это неэффективно на самом деле это самый эффективный способ если вы обратите внимание как загерметизирован стык например в каких-то всемирных сетевых гостиницах то там делают только силиконом и там как раз сделано аккуратно там делают либо по скотчу вот либо и по скотчу и с помощью формирователя шва соответственно я топлю за силиконовый стык хотя это чисто мое мнение сам я лично очень много лет занимался монтажом керамических бордюров в общем-то до сих пор все это держится спустя годы но мне в принципе не особо это нравилось потому что это очень трудно хорошо приклеить бордюр потом хорошо заделать все эти стыки все эти швы точно также сначала я делал это цементной затиркой сейчас появились силиконовые затирки то есть я понимаю что это лучше но это намного дороже и намного кропотливее работа в итоге там два с половиной часа занимает работа вот и она не настолько идеально выглядит как бы хоть и как хотелось бы а при этом денег стоит очень много поэтому я в итоге пришел к силиконовому бордюру и я мне проще не делать не конечно никакой чем нежели сделать что-то просто чтобы взять деньги да или как бы если просят там иногда просят пластмассовый какой-то бордюр сделать там за 100 рублей я такое вообще не делаю потому что мне это не нравится сама эта работа и сама идея это неэффективно поэтому я таким такими услугами я не занимаюсь значит все порции уже нанесены на ванну и как вы видите итог окончания работы заключается в том что за несколько этапов мы тот материал который стекает со стенок на дно мы его постоянно разравниваем то есть мы его разравниваем излишек сгоняем к сливному отверстию который излишек этот стекает в подготовленную емкость которая стоит под ванны соответственно операция вот это вот по разравниванию дна она делается раза два-три точно то есть в таком случае не будет но будет ровно над ним будет оптимальная толщина до сантиметра лучше всего там 678 миллиметров и не будет эффекта ручейка это такой эффект не очень красивый когда материал стекает мастер уже ушел например дверь закрыта все типа работы считается законченной вот материал все равно потихоньку стекает и соответственно с обеих сторон он где-то в центре встречается и утечет двумя такими потоками в сторону слива потому что на ванне есть свой уклон без как бы только если вы поставите ванну ровно по горизонтали на и в ней есть свой уклон соответственно материал стекает и посередине остается такая такой такое подобие ручейка как небольшое углубление и соответственно после нескольких месяцев эксплуатации в этом ручейке так называемом углубление начинает скапливаться грязь соответственно концентрируется моющее средство при уходе за ванной и все это начинает как бы глаз грубо говоря задевать да и соответственно через несколько месяцев понимаете что работа была выполнена некачественно хотя сразу в это не у этого никогда не увидеть то есть это хитрый такой маневр и кстати обращайте на это внимание если вы заказываете работу какую-то реставрацию вот вам еще один еще одна фишка по которой можно определять качество работы все работа закончена работа это заняла пять с половиной часов как я уже говорил ранее стоила эта работа 7000 и относительно затраченного времени и уделенного внимания это его не цена абсолютно обоснована и вот несмотря на то что я уже начал собираться сложил все инструменты видео место где можно еще подправить сразу в общем-то этого незаметно да и вообще наверное никому это будет не видно даже при эксплуатации особо никто на это внимание не обратит но вот в этом месте сконцентрировалась чуть больше материала чем необходимо и я решил его убрать капли которые остаются после нанесения материала в идеале затереть туда вот подборт где голый чугун таким образом немного усиливается край то есть при каком-то там несущественном ударе материал не отколется обязательно при выполнении такой работы использовать дополнительный источник освещения и друзья если вам было интересно и вы узнали что-то новое или может быть какой-то из советов вам пригодился то пожалуйста поставьте лайк в идеале подпишитесь это будет для меня идеальной оценкой вами моей деятельности и друзья если по итогу у вас остаются какие-то вопросы или вам что-то непонятно то не стесняйтесь задавайте мне вопросы связывайтесь со мной я всегда всем отвечаю и небольшой инсайд для тех кто досмотрел до конца в скором времени начну рассказывать и показывать про цветные покрытия для ванн и речь пойдет про яркие не пастельные цвета